Я ослов разных видел, ну там на дорогах, за рулем, знаете, а вот таких прикольных осликов я не видел. Привет, ребята! Дует ветер, но я постараюсь как-то его закрывать. Я, в общем, в этом видео я вам быстренько покажу, как проводят выходные семьи с детьми в октябре. Ну, хотя бы, наверное, один выходной из всего октября многие так проводят. Это такая типичная ферма, на которой во всё остальное время обычно выращивают овощи, фрукты. В общем, всё, что продаётся потом и употребляется в пищу. А в октябре устраивают вот такие вот аттракционы. Вот эта вот горка детская. Здесь вот яблоками стреляют из воздушных, вон, как вы видели сейчас, по мишеням из воздушных таких пушек. Там вот дети прыгают. На надувных резиновых таких больших коврах здоровых. Или как это даже назвать? Надувных подушках, что ли, наверное, так можно сказать. И вот целая стоянка машин на траве. Всё так традиционно. Даже в не очень хорошую погоду дождик местами идёт. То идёт, то не идёт. Но вот сейчас вот не идёт. И вон, пожалуйста, дети прыгают, развлекаются. Там внутри ещё такие типичные фермерские детские аттракционы. А, здесь вот ещё что-то. Мячи какие-то лежат. Видимо, можно мячи просто погонять детям. О, мы сейчас сюда тоже, наверное, придём. Посмотрим, что у них здесь. Вот здесь трактор возит. Вон трактор едет. Возит людей. Ну, в основном, конечно, взрослых с детьми. Возит в отдалённое поле. Вот куда-то там, за деревьями. Там поле, где тыквы растут. Ну, и там дети собирают тыквы. Ну, вы же знаете, октябрь – это такой месяц, так сказать, Хэллоуина. Конечно, не всё, что связано с Хэллоуином, дурное. То есть, вот, ну, украшать дом тыквами. Разукрашивают дети тыквы. Ну, почему бы нет? Знаете, по-моему, очень даже неплохая традиция, я считаю. Ну, мы тоже взяли одну тыкву. Сходил её там в багажник положил. А вон там вдалеке наш джип стоит. Я возвращаюсь просто. Они там сейчас на площадке играют. Там для детей и детская площадка есть. Здесь, естественно, еду продают, чтобы голодным не быть. Ну, еду какую, знаете, наверное, типичные, так сказать, выходцы из Советского Союза скажут, «Ах, тут нечего есть, одни гамбургеры и чизбургеры». Ну, да, да. Здесь только такую еду продают. Ну, я считаю, ничего страшного в этом нет. Нормально, можно быстро перекусить что-то и подобное, и ничего страшного в этом нет. На парковку показывают люди, куда заезжать направляют. Здесь даже специальную инвалидную парковку обозначили близко ко входу. Значит, чтобы для всех был доступ сюда. Тут они продают всякое. Ну, это же типичная ферма. Ну, кстати, для любителей искать местоположение, там, где посмотреть, в гугле, там, я вам облегчу работу, вот название этой фермы. Можете прям вбить в гугл, и вы все увидите сами, включая космические снимки, снимки с улицы, вон там, вот, с той дороги главной. Ну, и веб-сайт их найдете, в том числе. Стоит это удовольствие для детей 10 долларов, для взрослых по 5 долларов. Ну, вот нас четверо. Мы заплатили 2 по 10, 2 по 5, в итоге, значит, 30 долларов. Кому неохота на тракторе ездить, тыквы можно просто купить прямо здесь. Вот здесь, тыквы продаются на вес, и стоит это 59 центов за фунт веса тыквы. Вот здесь, вот прямо перед вами взвешивают тыквы, и, соответственно, выбивают вам чек, сколько вам надо платить. Все довольно-таки просто. Билеты продаются вот здесь. Кстати, даже очередь что-то образовалась. Мы когда пришли, очереди не было. Вот трактор стоит, на котором возят. А вот и кассы. Вот, смотрите, люди подходят. А, ну, сейчас трактор уже приехал, все люди разошлись. Хотя, вон, 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 покупают тыквы, посмотрите. Вон, вон, на весы поставили, посмотрите внимательно. Поставили на весы. Взвесили, оплатили. Вон, бумажку приклеили, что уплочено. Вот и все. Вот на весах стоит тыква. Вот еще весы. Видите, их тут три или четыре штуки. Ну, это потому что довольно-таки пользуются спросом все это дело. И вот детская площадка тоже. В общем, в принципе, все сделано для такого своеобразного семейного отдыха. Детская площадка. Хоть и небольшая, но детям здесь весело. Горочки есть. Есть где посидеть там, перекусить и так далее. Есть еще вот там вот по кукурузному полю. Лабиринт кукурузного поля. Там можно походить. Трактор какой-то приезжает с поездом в виде коров. Я его видел, но сейчас он уехал. Я не вижу, где он. А тут вот небольшой, так сказать, фермерский домашний зоопарк. Как всегда. Опять же, в принципе, довольно-таки все традиционно. Вон ослик стоит. Кто-нибудь из вас когда-нибудь видел осла? Полосатого, как зебра. Вот посмотрите на этого. Вот это интересно. Таких ослов я еще не видел. Я ослов разных видел. Ну, там, на дорогах, за рулем, знаете. А вот таких прикольных осликов я не видел. Я видел, конечно, много разных, но полосатых я не видел. Впервые такого вижу. Вот как его зовут и так далее. Ну, а кроме ослика, а вот он выходить стал. Кроме ослика, там еще и... Там еще и... Один жеребенок лежит. Вон он, маленькая коровка. Вот здесь козел бородатый. Ему нравится, когда ему чешут сзади, за рогами. По тыковке. Вот еще один козел тут. И, наверное, эта козочка вон там. И два барана. Прикольный окрас. Вот этот баран один. А второй обычный. А этот очень необычно окрашен. Жалко он сейчас сидит. У него ноги черненькие. А лапки на конце белые. Вот такой вот, короче, здесь зоопарк. Вон ослику кто-то дает поесть овса. Да-да-да. Вот овес они и едят. Знаете, такое милое животное. Я хотел шутку сделать. Ну, там, про хейтеров. Про тех, кто минусы ставит на ролике. Но знаете, тослик такое милое животное, что что-то даже не хочется. Его именем называть разных нехороших людей. Так что, ребята, вот так мы проводим выходные. Для людей, живущих в городе, это все необычно. А вот как ослик какает. Ну, все, пока. Ага, вот это поездочка. В таких я еще не ездил. На самом деле, они для детей. Но у нас маленькие дети. Не знаю, как-то страшно их в довольно длинную поездку самих так отпускать. Ну, поэтому я сел вот здесь. Еле-еле ноги вот как-то вот поместились. Но главное, разрешили. И ладно, хорошо. Такие вот коровы. Типа автопоезд в виде коровы. А, ну вот, вот. Типа коровья голова. Ну, вот видите, у них у всех такие. А вот ферма. Что это растет? Гранаты, что ли, растут? А, это яблоки? То есть какие-то крупные. Вроде другие были. А, ну да, не созревшие. А здесь кукуруза растет. За заборчиком почему-то. Ну, вот такая вот, наверное, все-таки довольно скучная поездочка. Поэтому не буду я вам там время ваше занимать этим всем. Такие вот пейзажи здесь. Такие вот пейзажи. 1. 6.